Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу. Более 1200 человек ранены. Поиски погибших и выживших продолжаются. Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу. Более 1200 человек получили ранения. Таковы обновленные данные МВД страны. Подземные толчки магнитудой до 6 и 9 ощущались поздно ночью в пятницу. Масштабные разрушения зарегистрированы в нескольких регионах на юге Королевства. От Атласских гор до туристического Маракеша. Многие страны, в том числе и Индия, где сейчас проходит саммит Большой Двадцатки, предложили помощь Рабато. Ведутся спасательные работы. Власти опасаются, что число жертв возрастет. Местные СМИ сообщили, что мечеть Кутубия 12 века, знаменитая достопримечательность Маракеша, пострадала, но пока неизвестно в какой степени. Это самое смертоносное землетрясение в Марокко за последние десятилетия. Киев призывает поддержать контрнаступление вооруженных сил Украины новыми санкциями против Москвы. С таким заявлением президент Владимир Зеленский выступил по итогам переговоров в результатах международного давления на Россию. Он считает принятые меры недостаточными, особенно в сферах энергетики и микроэлектроники. Сейчас мы видим НАТО долгую санкционную паузу с боку партнеров. И НАТО активность, проба России обойти санкции. Этот санкционный наступ света должен восстановиться. Ранее власти Украины подчеркивали важность поставок вооружений для контрнаступательных операций. Вопрос о санкциях приобрел особое значение на фоне обсуждения возможности возобновления зерновой сделки. Москва отказывается от согласования транспортных коридоров в Черном море до отмены ряда международных ограничений, которые ударяют по российским экспортерам сельскохозяйственной продукции. В Греции в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 10 человек. Ещё четверо числятся пропавшими без вести, в том числе туристическая пара из Австрии. Люди спрятались от дождя в доме, но он был смыт потоками поднявшейся воды. Причиной мощных наводнений стал шторм Дэниэл. В Испании число погибших возросло до семи после того, как спасатели обнаружили тела двух мужчин, пропавших без вести. Один был смыт потоками воды у собственного дома, другого наводнение застало во время поездки на автомобиле. Сын одного из погибших выжил после того, как провёл ночь, прижавшись к дереву. На фоне публикации распространения новых штаммов коронавируса в Испании резко возросли объёмы продаж антигенных тестов на COVID-19. В исследовании фармацевтической корпорации IQV говорится более чем о полумиллионе наборов для экспресс-анализов. Купленных за неделю с 28 августа в 6,5 тысячах аптек королевства. В некоторых регионах, таких как Истримадуро и Кастильо-Ла-Манчо, аналитики зафиксировали более чем десятикратный рост продаж антигенных тестов.